Привет, друзья! Сегодня я хочу показать свои клематисы в контейнерах. Первое цветение моих клематисов. Самый первый зацветает у меня клематис вино. Вот такой красивый, крупный, яркий клематис. Один из любимых клематисов и самых первых клематисов в моем саду. Один из самых первых. Рядом здесь цветет у меня клематис карнаби. Конечно, видео не очень хорошо передает цвет. На самом деле цвета более насыщенные, яркие, красивые. Вино зацветает таким ярко-малиновым, винным даже цветом. Не зря называется сорт вино. Но, к сожалению, через день, через два цветок немножко выгорает, становится посветлее. Но, в принципе, это не портит его красоты, потому что цветок крупный. Поближе покажу. Очень красивый. И вот здесь видно, в распуске он потемнее. И потом уже, когда распускается в течение дня или двух дней, он становится более светлым. Но все равно очень красивый сорт. И покажу вот поближе к карнаби. Тоже очень красивый цветок. Полоска такая. Вот здесь она на фото, она более розовая. А на самом деле, она немножко такая вот, ну, как говорят, черничная. Такого цвета. Тычиночки темные. Края слегка волнистые. Очень красивый цветок. Но я хочу рассказать не о самих клематисах, а об опорах, которые я делаю для клематисов, которые растут в контейнерах. Ну, вот такие вот простейшие опоры. Это бамбуковые палочки. Вставляются в контейнер или в ведро. В данном случае у меня растет клематис в ведре. Вставляю три бамбуковые палочки и закрепляю вверху обычной садовой проволочкой. Простейшая конструкция и самая удобная. Здесь у меня конструкции выполнены из прутьев. Нарезала в лесу прутья. Сразу же им придавала форму, пока они были гибкие. Выдерживала дня два-три, чтобы подсохли и закрепились в таком положении. И тогда уже вставляла в контейнеры. Кое-где делала поперечные перекладинки, прикрепляла проволокой. Или вставляла еще одну вертикальную палочку, как вот здесь вот прутик. И на них закрепляла основную вот эту дугу. Вот здесь виден прутик, на котором держится эта дуга. Ну, сейчас я уже отошла от таких конструкций. Пришла к более простым вот таким конструкциям, которые декоративно смотрятся, легко устанавливаются и не нужно заморачиваться с изготовлением вот таких вот дуг. Дальше у меня тоже обычная конструкция такая же, закреплена вверху проволокой. Использовать можно любые прутья, бамбуковые, покупные, красивые, декоративные. Можно нарезанные в лесу. Или можно вот так вот использовать, как здесь у меня обычный камыш. На берегу реки нарезали камыш. Он высокий, очень удобен тем, что можно разной высоты делать конструкцию. Вот такая вот простая конструкция. Очень простая, но очень удобная. Нарезать можно любой высоты. Изготовить конструкцию можно любой высоты. И закрепить, в данном случае здесь у меня закреплен шпагатом. И даже вверху еще дальше оставила высоту, чтобы, если вдруг пойдет нарастать мощный клематис, чтобы ему хватило этой высоты. Если будет достаточно высоты до шпагата, верхушку можно срезать. Есть еще вот такая конструкция у меня. Здесь тоже я использовала камыш, но технология изготовления этой опоры немножко другая, более сложная. Мне захотелось сделать такую более объемную. И для того, чтобы вот она была такая закругленная, пришлось ее фиксировать не внутри контейнера, а за контейнером. И тогда прутья изгибаются и придается вот такая более, и получается более объемная конструкция. Как я ее делала? Распределила примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Распределила сверху контейнера, и в данном случае здесь у меня ведро, и закрепила скотчем. И потом уже задекорировала обычной мешковиной. Вверху связала также. Конструкция мне очень нравится из всех конструкций, она самая интересная и самая декоративная, можно сказать. Также можно использовать любые прутья, можно использовать покупные бамбуковые палочки. Такие, которые более-менее гнутся, то есть потоньше. Ну а здесь просто вставлены в контейнер, только не три, а пять прутьев. И также они все фиксируются, связаны вверху проволокой. Здесь уже всю конструкцию заплел клематис. Это у меня импресс. Вот первый цветочек, вот такой красавец. Цветочек очень милый. Ну и тут такая же конструкция у меня. То есть все конструкции обычные, сейчас я с ними не заморачиваюсь. Нарезаю камыш, вставляю в контейнеры, связываю. Клематис оплетает. В общем, мне нравится выращивать клематис в контейнерах. Конечно, это немножко хлопотно. Клематисы и так культура, требующая к себе внимания. А в контейнерах, тем более, приходится регулярно поливать, особенно в нашу жару. При каждом поливе использую подкормку. Ну а так, в принципе, ничего особенного. Высаживаем клематис, устанавливаем конструкцию, ухаживаем за клематисами и получаем красоту во время цветения. Вот здесь еще у меня конструкция, тоже из трех прутьев, но просто я шпагатом еще переплела и закрепила вверху шпагат. Такие же конструкции я использую и в саду. Тоже простые конструкции для молодых, для невысоких клематисов. Прекрасный вариант. Вот здесь такой же вариант. Проходила мимо до яйца. Зацветает вот такая красавица. Не могла не показать. А здесь у меня кайзер разлегся. Чудесные цветочки. Такие волшебные, сказочные цветы. Серединка с зеленцой. И блюлайт уже распускается. Вот такой красавец. Бутонов много. Это импресс. Листочки припудрены золой. Вот многие спрашивали. Я в предыдущем видео показывала, как я опудриваю розы золой и клематисы. Вот так несколько дней будут выглядеть. Кусты. Ничего страшного в этом нет. Мне нужны здоровые растения в моем саду. Поэтому я использую всякие варианты. Да, и от золы вот совершенно не горят. Многие спрашивали, не обжигает ли зола листья. Нет. Никаких ожогов нет. Так что, если вам этот метод понравился, можете смело опудривать золой листья. Розы, густы роз, клематисов. Это как средство борьбы от вредителей и от болезней. Вот сейчас уже некоторые розы стоят в бутонах. И в этот период обычно появляется тля. Поэтому, чтобы избежать и как можно меньше использовать химию, я использую лучше вот такой вариант. Опудриваю золой. Вот покажу листочек. Вот это он. Видите, вот он выглядит вот так, припудренный золой. Сейчас я уберу это все. И видно, что никаких ожогов на листе нет. Так же и здесь. Вот так выглядит куст издалека. Немножко припудрен. Но, в принципе, у глаза это не бросается. Для меня главное здоровье цветов в моем саду. Опудриваю золой я 2-3 раза за сезон. Так что не бойтесь опудривать. Лист не горит совершенно. Никаких ожогов нету. Зато эффективно и безвредно. Это надежда. Очень красивый клематис. Раннецветущий. Цветок крупный. Цвет очень нравится. Полоска по центру лепестка. Краешки такие заостренные слегка. Краешки. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok